всем привет кто не знает меня зовут евгений пешков я играю magic the gathering уже 17 лет и последние три года мы с моими друзьями делаем обзоры новых сетов различных форматах как правило мы делали достаточно долгие видео по 23 часа с обсуждениями мы подустали от этого формата и он наверное не такой интересный в этот раз я сделаю немножко по-другому у нас будет серия коротких 15-минутных видео про разные цвета разные архетипы то есть каждый будет делать кто во что гораст а начну я сегодня с обзора архетипа мил в сете расцвет зиндикара значит что касается мило поскольку я играю в магию достаточно давно я устал ходить в атаку я не очень люблю обычные способы победы и когда у нас есть необычный угол атаки а мил это необычный угол атаки а мил поиск аунтеры там еще что-то такое мне это все всегда очень нравится интересно давайте поговорим о миле в этом новом сете почему вообще в принципе возникла тема мила но все просто в этом свете будет вот такой откомон который сам по себе очень хорош то есть вы видите что это flyer 13 за 2 маны флэшовый это уже вполне себе неплохо плюс к этому он а делает фактически весь архетип на себе то есть у б проги работают с ним намного лучше чем без него и он сам себя и наибли то есть он сам себе набивает грейв под свою лордовскую обилку не совсем лорда но прокачки морды то есть он делает все это естественно первый пик это естественно очень хорошая карта даже и не в мире чем архетипе но то есть ну как полумели чем до где мил не является единственным и самым главным венконом но ты с этой картой все просто все понимают что карта хороша раз эта карта есть значит скорее всего будет какой-то милище архетип или повторюсь полумелище то есть делает он в рогах все и даже другие роги ты ему для этого не особо обязательно он сам себя иные блядь но соответственно чем больше рогов тем он будет лучше дальше вот такая рара замечательная значит что касается этой рары а обычная проблема мило заключается в том что мы никак не влияем на стол на перманенты оппонента и в общем то то есть мы тратим карту на то чтобы но приблизить нас к победе то есть эта карта без кикера это почти глимпс который милит на 10 как вы помните с кикером это травма травматайс травма обычная стоит 5 маны в этом случае он будет стоить 6 маны и в случае в режиме травмы он будет мирить примерно на 12-15 карт так вот в среднем это достаточно много проблема в том что он не делает ничего со столом с рукой оппонента то есть и оппонент совершенно спокойно может нас в это время убивать то есть если анкомановый флайер эта карта хорошая всегда в любом архетипе то вот такая карта как вот эта рара это карта хороша практически только в мире ну плюс она может цены и брить вот эти вот роговские обилки на 8 карт в граве причем сразу же но это скорее всего не стоит того эту карту можно получить достаточно низко можно получить с круга естественно будет блистать в мил архетипе но в общем она не супер обязательна мы легко можем смелить оппонента без нее также мы можем ее скопировать также мы можем сделать с ней всякие интересные вещи там сыграть ее там с грива или поднять с грива там есть какие-то красные карты мы дальше посмотрим но суть в том что это не обязательно но очень приятный бонус дальше анкомана у нас есть три анкомана два синих один черный которые позволяют милить несколько раз то есть многоразовый эффект мила мы помним такого краба он стал немножко другой но в принципе прекрасен по-прежнему может быть даже в чем-то лучше проблема краба в том что в этом сайте нет феечек и нет комановых или анкомановых земель которые можно насколько я помню которые можно съесть и соответственно сделать два лэнд фола заход то есть два лэнд фола мы можем сделать только в зеленом цвете ну и в каких-то наверное еще может быть цветовых сочетаниях нет честно говоря не могу сказать точно значит что про краба краб хороший краб основа мил архетипа в том числе это анкоман много таких вы не получите но эффект краба взаимозаменяем он достаточно уязвим кремову он плохо блоковый как стена 0.3 поэтому краб это хорошо нет краба но тоже в общем ничего страшного это можно заменить его можно заменить легко маленький мерфолковский рога флайер он хороший то есть это не просто флайнмен это флайнмен который милит хоть и медленно то есть краб милит на 3 черная рога милит на 3 этот милит на 1 при этом он может проциклиться то есть в какой-то момент если он там упирается в флайерных блокеров можем набив предварительно оппоненту грейф проциклить его это неплохо и суть в том что и краб и флайер особо не нужны никому кроме мила ну может быть флайер вот в убы рогах чистых тоже будет хорош но краб то вообще ну так себе третий парень лучше третий парень лучше сам по себе то есть он за 3 маны 1 4 с абилкой получения дэстача даже за тап самого себя по моему да да вот ну и собственно с еще с одним рогой он с дэстачом ходит в атаку и милит оппонента на 3 его и блокать неприятно и не блокать неприятно то есть вот эти все три анкомана рабочих вы может быть и не получите их много но какую-то часть может может быть и будете получать с круга четвертый анкоман с повторным эффектом мила лучше всех вот этих потому что он сам по себе является в какой-то степени бомбой он большой страшный и набить 8 карт в грейф оппонента в нашем архетипе совсем легко да и в принципе в убы рогах достаточно легко но он лучше именно в уборога хотя сам себя он тоже иные блин его я не думаю что вы будете получать достаточно низко но получите тем лучше то есть это прекрасная карта сначала он работает как мельстоун а после этого становится ключей 66 и достаточно быстро мне он очень нравится но опять же я говорю вас но именно про него хитилл это четыре команда кого на на драфте как вы сами понимаете это намного важнее они все очень разные то есть glass of grass эта карта сама по себе хорошая интересная то есть этот рик инстантный тап с продром это очень хорошо черный флайер очень приличный потому что 21 за 3 маны флэш флайн это уже прилично и там везде встроенные милы на 2 они разовые но они есть плюс маленький дуэлист это такой полу крича полутрик вроде бы он совсем не очень хороший это значит можем получать таких низко и он будет нас защищать достаточно неплохо на минус 2 сдувая кричу оппонента плюс майн дрейн который апгрейджен и майн дрот причем апгрейдов у него несколько то есть он и пересасывает он и милит и это все в общем нам неплохо непонятно нужна ли карта в другие архетипы непонятно насколько она прям сильно нужна нам ну как нужно конечно другое дело не понятно сколько эффект хороший будет в этом сете но может быть и неплохо чем медленнее будет сет тем эффект будет лучше дальше поехали это просто роги значит у нас закончились карты с милом это просто разные всякие роги в архетип у по кругов этот архетип взаимодействует с милом он как я уже говорил может быть чисто милищий он может быть вообще не милищий но при этом нам будет релевантно набивание количество карт в гриф оппонента роги разные 2 мановые 3 мановые 4 мановые всякие разные рарные но вот эти все роги они все рабочие в общем в разной степени я не буду обсуждать каждую карту конкретно чтобы не тратить времени но в принципе вот этот вот архетип убы рогов подразумевает какой-то элемент милов или умела или мило как винкона но мы уже видели карты которые могут нам это дать а вот такой замечательный совершенно рога но не только роган еще и клерик волю ревизард но тем не менее он не очень нравится он наверняка будет востребован вряд ли вы будут давать низко то есть его будут забирать достаточно высоко если мы уже сидим в оборогах мы берем его с большим удовольствием он нам позволит еще и добавить какой-то цвет вот этот рога но является собственно равным полом его конечно никто никогда низко не отдаст но при этом вскрывая такой мы тоже уже можем легко при приземлиться в убы рогах и чувствовать себя там сухо комфортно еще и смелите понятно в общем он не помешает с лайфлинком можем отхиляться с достачем то есть он милит нам только поможет но не прокомить ну и вот звезда всех рогов этот парень это практически у него обилка ниндзюцу плюс он очень то есть третье его обилка она делает все как раз смел стратегии то есть нам позволяет получить дополнительное вэлью смела то есть опять же это рарный полом то есть его берем достаточно высоко сидим в уборогах а с возможными сплошами ну и плюс мы можем легко милить значит роги я покрутим его настолько прекрасен роги в других цветах тоже есть роги неплохие скорее всего это больше роги как члены партии да вот то есть когда мы собираем файтер клирик вармак но в принципе в принципе в каких-то ситуациях возможно мы будем играть трехцветными рогами вот такие зеленые есть не совсем роги но и роги в том числе достаточно интересные ребята тоже можно будет с ними там поразбираться все такое ну и вот такой вот бр рога конечно точно сплэшится в уборог это роскошная прекрасная карта то есть тут что тут особо говорить значит дальше что нам поможет в нашем мил архетипе как обычно нам поможет дешевый баунс дешевый приму вот пожалуйста несколько командовых карт ну вот за 5 мана не совсем дешевая но она как правило все таки играется там минимум за 4 максимум точнее вот все остальное рабочие опять же на этих разных картах останавливаться не буду но они все имеют смыслами и значение то есть ремувал кома новый дешевый есть в количестве в миллион особенно обязательно потому что мил это фактически встречные рейсы то есть мы милим оппонента как правило не влияя больше ни на что или слабо влияя на стол нам нужно чем-то дешево отбиваться оттягивать время пока мы усмели это уже ником она это уже рары и отком она в том числе у нас есть а замечательный свипер черный хороший равный свипер естественно тоже первый пик это все понятно плюс есть еще одна интересная карта на когда который хочется чуть остановиться это контра которая сама по себе достаточно слабая то есть это рун снаг да еще и к 3 что крич или плейн сволкеров но когда мы набили игры оппоненту это безусловная контра в кричу что на драфте гораздо вообще важнее всего безусловно без доплати и еще и со скраем 2 то есть эта карта которая как правило будет круговая никому кроме мила или хотя бы рогов не нужна вообще у нас она может просто блистать когда мы уже поднабили грейв чуть-чуть дальше какие карты еще могут быть интересны и взаимодействовать с архетипом мила эквипмент который на наших рогов а они как правило с эвейженом может сыграть очень хорошо плюс 3 к морде это очень позволяет быстро убить если мы переключаемся в другой план или кого-то сблокать или что-то такое сделать то есть тоже хороший эквипмент нужный в основном рогом вот эта земля которая позволит посплешить какого-то рогу ну не только рогу да как бы вот но в основном данном случае мы говорим про рога вот такая карта просто прекрасная роскошная то есть она вообще интересная она вообще высокий пик но конечно естественно в миле она будет делать все она будет копировать крабов она будет копировать рарный мил она будет делать что угодно обилки активировать там копировать триггер краба, все что хотите. То есть делает в миле, делает все. Вот так она делает все. Вот эта карта, конечно, не про милу, но это мифический палом, который в миле становится еще краше, потому что она позволяет получить дополнительное уилью с милы, поднимая крич с карт оппонента, то есть с грейма оппонента. Покрутим немножко драну. Грех не покрутить. Это карты, которые делают мил несколько хуже. Помимо того, что у нас могут быстро убивать, помимо того, что мы в меньшей степени взаимодействуем со столом, есть еще некоторые карты, которые могут получить value от того, что мы их милим. Кого-то вы можете сыграть с грейма, кто-то может поднять себе что-то нужное с грейма. А эта карта есть в черном цвете, такие карты есть в зеленом цвете, потому что возврат, допустим, игра земель с грейма, возврат карт с грейма, это все такое достаточно зеленое. Такие карты есть и в синим, и в красном цвете в том числе. Там как бы своя специфика, но тем не менее. Которые могут достаточно серьезно нам испортить жизнь. Но надо помнить один простой момент, что мил... А, ну вот эта карта просто вообще. То есть это то, что будут наверняка мейнить, потому что это мифическая еще и земля наоборот. Но плюс ее можно и прекрасно против нас засадить и сыграть. Так-то она сама по себе вот эта половинка не очень, но против нас она может блеснуть. Надо помнить, что мил это практически всегда фановый архетип. Если вы играете серьезный турнир, серьезный драфт, с какими-то хорошими большими призами, наверное, не надо играть мил. Но я буду играть мил, наверняка. Я буду собирать мил. Я люблю такие вещи. Может быть, кому-то после просмотра этого видео тоже захочется. Значит, покрутим еще вот эту карточку немножко. Спасибо всем, кто смотрел видео. Это Мильстоун, естественно, символ мила. Мы будем выкладывать теперь видео, ну, буквально там практически каждый день, начиная с суббота, воскресенье, понедельник, среда, скорее всего. Оборзим все цвета, оборзим кучу всяких архетипов. Мы будем стараться. Пишите, интересно ли вам это, понравилось ли вам. А я за сим заканчиваю. Наверняка я обозрел не все. Наверняка я... Ну, первый блин, собственно, есть первый блин, но зато я успел в 15 минут, и, в общем-то, я очень-очень доволен. Всем спасибо.